Чаще всего ненормированный рабочий день у директоров, логистов, переводчиков, диспетчеров и риэлторов. Профессии разные, но объединяет людей, которые работают по этим специальностям, то, что все они могут периодически привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами установленного рабочего времени. Данный режим рабочего времени должен быть установлен у работников в трудовом договоре, а также в локальных формативных актах работодателя, либо в коллективном договоре или соглашении должен быть указан перечень работников, которые работают с ненормированным рабочим днем. Часы, в которые специалисты трудятся за пределами своего обычного рабочего дня, никак отдельно не оплачиваются. Они компенсируются тем, что их ежегодный отпуск становится длиннее. Данный отпуск, соответственно, предоставляется не менее чем три календарных дня. Но, соответственно, конкретная продолжительность должна быть также установлена либо в коллективном договоре, либо в локальном нормативном акте работодателя. Предоставление отпуска не зависит от того, сколько часов сотрудник отработал сверх нормы – 2 или 120. А вот с обеденным перерывом – все строже. Работодатель обязан его предоставить и прописать в документе конкретное время. Важно знать, что если специалист его пропустит и проведет за работой, это не дает ему права уйти домой раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова